Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Меня долго не было, но сегодня я опять с вами. И мы идем на блошиный рынок, который открылся в День города на территории Музея Москвы. В День города здесь очень много интересного. Читают интересные лекции, продают интересные вещи. А самый рынок находится в помещении. И поэтому я заранее прошу прощения за не очень качественную съемку. И мы попадаем в обычный дом с дежурной бригадой. Вообще-то есть какой-то процент вероятности, что все равно это будет ужасный милый опыт. Но выше вероятно, что культура родов и ожидания здесь впадут. Поэтому очень классно, когда ожидания женщины достаточно гибкие, широкие. И она может поддакцировать ситуацию с ожиданиями в России. Совпал из днем города. И здесь продаются рыс, всякие вкусности. Но я иду к цели. И рыбок называется коллекционер. И вот здесь вход в здание. Дальше. Немного наматывается на два раза. Украшения, брошки. Серги. А сколько лопаток? 9500. Серебро или серебро? Так, вазочка 3000. Бокалы 9. Правильно сказал 3000, да? Вазочка. Вазочка 5. Бокалы 9. Бокалы 9 я закопнула. Хочу купить зеленое. Это тоже старенькое. А вот это сколько стоит? 2500. Это 70-е. Бордовые 40-е. Она 8. Бордовые 40-е. Какой наборчик симпатичный. А это из чего? Это гусинное приспособление. А сколько такой наборчик у вас стоит? 12. Красивые. Смотрите какой янтарь. Огромнейший. А что для сравнения положить? Еще раз. Ручками потрогайте. Какой огромный. О боже мой. 700 грамм. Тяжелый наверное. И сколько? Вот эта ниточка 700 грамм. Вот эта 700 грамм. А вот эта сколько стоит? Может грамм там. А сколько стоит? Это у нас янтарь называется окаменевшая смола акации. Капалы. Это африканский янтарь священный. Или янтарь Африки. Где-то в пределах от 18 тысяч до 50 тысяч. Ну красота конечно. Ну это уже музейный. А вот эти вот серебрые. Это серебро да? Или что это? Смотря что. Ну неважно сколько вот этих металл стоит. Вот сейчас вы смотрите Китай. Китайская трехрядная гривна. Это Южный Китай. Куанжио провинция. Пацанаясь. Мяу. Дальше у вас очень интересно. Это Котминина. Мяу. Мяу. Правее. Вот видите. Великолепное колье. Это Пакистан. У нас цельное колье. Очень редко можно найти сейчас цельное колье с 21 века. В основном идет разборка таких вещей. Пакистан. А это для кого-то вот одевали какой-то праздник? Женщины одевали. И вообще они носили на одежде. И каждый же день? Практически каждый день. Каждый день? Практически каждый день у них дорогие. Очень много было украшений. Часто с монетами. Еще были монисты. Потому что по традициям Востока, если муж погонял жену из дома, она уходила в том, что она была одета. Поэтому они старались одевать на себя побольше и много. Понятно. Ну это очень интересно. А вот эти вот, типа, это колокольчики, да? Это бусы. Это бусы. Куркина по всему страну. У нас у них едино в гости. Значит, в одних каталогах они проходят как натуральный камень сладец. В других каталогах это проходит как ручная работа и запеченная глина. И с более сложной техникой работы. С декламутром, с ратушкой. Там целые технологии. Это часть вот тоже пакистанского кольета детали. Слушай, это потрясающе. Оно и в те времена на арт-дорбе стоило, да? А? И в те времена. Это я вам представляю какие-то детали именно музейного уровня. И вы можете как... А вы свое это что-то, данные свои. Вы можете... Вот у меня одна осталась, к сожалению. Но можете мои данные сфотографировать или снять. Ирина Жойко. Все вижу. Африка. Насколько хотела квадратные полгоры. То, что вы смотрели. Это был киноклассон. Омлетное кольцо. Доброе. Защищает своего владельца. В путешествиях. От болезней. От нападения в раму. Квадратное кольцо. Оно просто круто выменяет. Больше она самостоятельная. Оно проходит по каталогу. Итальянское издание Скира выпустило восемь книг по этническим украшениям. И это кольцо, вот такое же кольцо. Эта форма колец проходит уже по каталогу. Ну, как нумизматика. Если вещи идут в каталоге, она всегда будет что-то стоить на аукционах. Если она не обозначена нигде, то, возможно, это будет самодел или стилизация. То есть это вот отсчет, какие... Вот политники вообще практически у нас в России информации очень мало. Это правда. Кроме музея Востока, и то у нас там Зрениазия, Болгария, то, что примыкало к границам России. Да, да, да. А дальше вот Андрей Холодец по Мерикаму никто ничего не знает и не изучал никогда. Поэтому на сегодняшний день я... Да, что сняйте по камере. А вот это что такое? Это у нас кумар называется, амулетница по-русски. Пакистан среди 20-го. Да, писки какие-то. Она открывается. Молитвы обычно кладут. А, молитвы. Молитвы, ладвы кладут. Смотрите, приходит на работу. Да, союз двоевку, два цветка и символ дома. Это серебро? Да. И сколько стоит? Восемь тысяч, сто евро. А вот это вот у нас еще что? Янтарь и зеленый гранат. Две двести. Две тысячи двести рублей? Нет. Снять вам? Нет, просто не надо. Можете померить. Очень интересное ателье. Там зеленый гранат – это шареланка. Зеленый гранат достаточно редко встречается. А бусины ваши сколько стоят? Бусинки дзи – двести рублей. Там три, трех рядные и двум рядные. Я куплю обязательно. А вот это? Это у нас Непал идет, Непал, Маруха, Алман, Индонезия, Хазары, Афганистан, Бедуины, Мали, Мультанцы. Ну и Мали тоже. Вот такая вот вещь. Как интересно, просто потрясающе. Это губчатый коралл. А губчатый коралл сколько стоит? Тысяча рублей ниточка. Губчатый коралл натуральный, не полированный, не тонированный, не крашенный. Вот он такой, какой есть в природе. Он даже на вид очень похож на бармерный коралл. Очень красивый. Вот три ниточки у меня всего. Или обычно его немножко подкрашивают, ну тонируют это называется. И полируют, понимаете? Он очень красивый. Вот рябиновый коралл, пожалуйста. Вот есть такой коралл с браслетом. Или искать? Чего вам искать? Все уже собрано и придумано для вас. Зато это натуралочка, потому что на сегодняшний день очень часто или подделывают, или подделывают. Это у нас гелиотис, ракушка. Ой, гелиотис. Это пусетами. Есть раками, а это пусетами. 500 рублей, пожалуйста, можете взять. Можете подвесы посмотреть, или хоть из натуральной ракушки. И вот эта брошка. Блударно все устали. В Чехословакии тысячи. Вот это вот... А это полторы. Полторы, да. Полторы с гранатами без стекла. В принципе, они все как-то где-то сейчас. Это тоже Вечерская, да? А это тысячи. Это Аброра Бориалис. Да это я знаю. А это? Это полторы. Полторы, две. А здесь все серги по 3 тысячи рублей. А это чьи серги? Разных? Ну это современные, да? Ну красивые. Красивые. Вот здесь более современные. Здесь есть модели под винтаж. Например, вот эти вот. А, да, да. У Шанель раньше там многие были. Вот. Есть тоже винтажные. Вот там. На этой стороне. Блин. Тысяч. Вот эти какие? Это клипсы у вас или все? Ну вообще обалденные. Вообще, конечно, в них появится это все упадут. А вчера больше был дорогу, да? Да. Вчера очень мало дорогу. Вчера был день города Москвы. Полегуляния. Поэтому сюда сучить на их дошли. Нет. А продавцы-то все те же, да? А все-то, да. Вроде как-то. Вот. 500 рублей. Так. Вот если это еще по тысяче рублей. Пластмассовые. Все. Тоже такие. Серги. Клипсы. Нет. Здесь уже все серьги. В основном. Клипсы. Вот здесь меняли, да? Серги. Посмотрите. А, нет. Вот здесь у меня были такие клипсы. И сейчас уже... Какие вот эти? Ой. Это вот. Это отдельно. Да. Понятно. Вот эти в клеточке. Ну, это просто, да. Действительно подал этот модерн. Ой. Вот эти тоже. Какие серги красивые. Вот это купить. Это прям вообще. Рельца какая. А вот эти? А, тоже по тысяче все. Так. 500. Не поняла. Это брошка? А, серги такие. Это серги такие, да. Длинные. Вот брошки. Какие брошки стали интересные. А мне вот такая была, но оторвалась. Да. От этой. Ну, не свинтажные брошки все. А это уже не ваша, да? Это моя. А вот на этом стали сколько стоят? Или цены разные? Она равная? Нет. Да. В продаже по 300 рублей. Вот это вот. Это стоит 4 класси. А чьё это? Франка. Вот эта брошка мне очень нравится. А вот это вот такая красивая брошка с синим камнем посередине. Сколько они стоят? Одежда. Так, а вот это вот я подошла. здесь статуэтки вот эти вот две фигурки по 8000 а для а вот это вот такая красивая то что такое 9000 чья западная европа память да у вас такие а я можно это ваша у это не это общее думал ваша а данные нет у вас где а за следующего будет а на блашином это где-то грузинской а вовчинникова это третяковской даже не стал что блашинка есть вот так вот большой овчинниковский это новость для меня туда можно подъехать недалеко я я все за гор и как не могу выбраться на эти дешевые рынки ну и как добраться а вот это вот такая прелесть сколько стоит это тоже германии посмотрите потрясающе а вот посмотрите это 30000 пар какие замечательные головки у них ходят я что-то такое подобное было в детстве все замечательные фермуары какие я даже училась играть на это барабане какая память клятва пионеров на казахском языке а вот там есть на русском а вот мне очень нравится вот эта тарелочка это чьё пока вот есть вот это германия довоенная сколько две тарелки если возьмете отдам за 2 500 не очень старые ну если вы хотите я могу вам дать такие штучки приклеить у меня с собой есть заклеить и подвесить если хотите подвешивать вообще-то для еды можно и повесить и я вот еще все зеленое урановое стекло чем урановая мне давно скоро прийти а ставьте вашу карточку координаты пожалуйста за маски есть телефон запишите ну хоть положить чтобы я сняла чтобы я и сняла а прожить да так вы явно сделаете любви есть а 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 Конечно, много игрушек елочных, по 50 рублей. О своих покупках я расскажу в следующем фильме, а сейчас я с вами прощаюсь до следующего фильма. Желаю вам всего самого доброго. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться, если вы впервые на моем канале. До свидания, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok